20 минут о красивой жизни, ярких людях и интересных событиях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте. Мы продолжаем следить за развитием событий в проекте Модель Х+. Напомню, это проект для женщин больших размеров, которым предлагаются уроки стиля, а также практические занятия в салонах и бутиках нашего города. Чему научились они на данный момент времени, смотрите прямо сейчас. Финальная практика в программе проекта Модель Х+, была посвящена самым важным деталям образа – аксессуарам. Часто в жизни мы можем наблюдать совершенно противоположный взгляд на украшения – от полного пренебрежения до злоупотребления. Именно поэтому так важно уметь правильно расставлять акценты. А такие важные элементы образа, как головной убор, сумка или обувь, полностью изменят впечатление о вас. Особое внимание в создании комплектов я бы рекомендовала уделять аксессуарам. Если их нет, то образ всегда не завершен. Можно даже говорить о том, что нет костюмного ансамбля, это просто одежда. Помимо того, что мы используем аксессуары, обращаем внимание на обувь, сумки, головные уборы. Все должно быть продумано. То, что надето внутри, обязательно должно сочетаться с тем, что надето снаружи, то бишь с верхней одеждой. И это правило нового времени. Это определенная наука. Правила подбора аксессуаров мы проходили в теории. Сегодня мы это отрабатываем на практике. Это очень важный момент. После того, как девушки освоят это и в теории, и на практике, эти знания останутся с ними, и они смогут этими знаниями пользоваться всю свою оставшуюся жизнь. Я долго думала, что уже рассказать, потому что уже, в общем-то, проект подходит к финалу, и все уже рассказано во многих вариантах, и про одежду, и про аксессуары. Но что я могу сказать, пробовав? Я хотела бы рассказать немножечко истории, как это все начиналось, как это все развивалось. Я хочу новые тренды узнать, конечно, потому что иногда о трендах узнаешь, когда уже поздно. Хочется немножко так заглянуть за ширму и узнать, что будет завтра, послезавтра, и уже сейчас подготовиться. Сегодняшнее задание для участниц – подобрать подходящие аксессуары для четырех разных случаев и четырех разных стилей одежды. Обувь у нас должна быть и акцентом, и интересным таким элементом гардероба, и в то же время не выбиваться из гардероба, потому что это неотъемлемая часть стиля. Комфорт без красоты невозможен. Красота навсегда должна сопровождаться только комфортом. И тогда будет у вас не эффект усталых ножек, а эффект быстрых и легких. Совершенно не знаю, как выбирать обувь. Это я только что поняла за время обучения. Потому что раньше меня не интересовала ни марка, ни качество. Меня интересовал вид. Красивый вид, красивая обувь. А сейчас я уже задумываюсь. Я прихожу в магазин и начинаю рассматривать все, вплоть до марки, ну и качество, конечно. Два месяца проекта «Модель Х-Плюс» от имидж клуба «Светлана» подошли к концу. Теперь девушек мы увидим только на предстоящем финале. Нашему проекту исполнилось ровно два месяца. Мы подошли к своей завершающей стадии. 28 ноября у нас состоится финал. Мы приглашаем всех желающих посмотреть, поболеть за наших участниц. Возможно, те, кто следил за нашим проектом на протяжении этих двух месяцев в рамках программы «Бьюти Тайм», заинтересовались нашим проектом. Ведь в конце января у нас стартует второй сезон. Вы можете прийти на наш финал, вместе с нами в этом празднике поучаствовать. И, возможно, потом продолжить обучение в стенах имидж клуба «Светлана». Субтитры создавал DimaTorzok Это «Бьюти Тайм». Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Внезапно ударившие и, как всегда, неожиданные морозы – не повод отказываться от стильной одежды. Этому способствуют тенденции современной моды, которые вполне позволяют совмещать красивое с теплым. Один из примеров разнообразия актуальных трендов – это присутствие легких летних платьев в зимних коллекциях. Об этом рассказывает стилист Елена Чуевская. Хотела рассказать о смешении стилей сейчас. Это не то, что эклектика, а вот именно несколько смешений стилей. Первое платье, которое я хочу показать – это платье в этническом стиле. Женский минимализм, подчеркнут. То есть без лишних деталей за счет принта яркого внизу. Платье можно носить самостоятельно и можно сочетать точно так же с жакетами, с кардиганами, с различными худи. Вот я нашла здесь, мне очень понравилась вот такая цветная тема. Вот таким образом можно носить, можно поверх платья. Вообще этот стиль этнический – это идет к одной большой трендовой ступени, в которую мы с вами входим. Это тренд 70-х. Еще один принт, который у нас не выходит из моды – это горох. Вот эти два цвета – черный, красный, белый классика. Их точно так же можно поддерживать, самостоятельно носить и носить с брюками. Если убрать с этого платья некий романтизм, можно добавить к кожу, опять же, какие-то грубые ботинки. Оно будет более брутальным. В следующем платье хочу обратить внимание на вставки деталей. Это тоже считается принт. Визуально будет удлинять наш силуэт. То есть вот эту всю плоскость разбивает и делает девушку выше. Если мы добавим аксессуары, то, конечно же, можно его сделать даже на выход в кафе куда-то с друзьями. Поменять обувь или добавить даже цвет за счет колгот. Вот такой крой платья – это даже, можно сказать, нарочитая такая романтичность, потому что здесь черный цвет, мелкий цветочек, легкая. Его можно назвать другими словами туника. Чем оно комфортно и удобно в осенний период? Несмотря на то, что здесь тонкий такой прозрачный летящий шифон, это платье точно так же можно носить с высокими сапогами, с казаками, с грубыми ботинками, с цветными колготками. Кто-то добавляет кардиган, опять же, полюбившийся мной крупной вязки. Можно поверх кардигана надевать ремень, кто хочет подчеркнуть свою талию. Если более свободная повседневная носка, то носить в свободном. Эту модель платья можно носить как в стиле гранж, то есть мы надеваем грубые ботинки, те же самые казаки или высокие сапоги. Либо мы можем его носить в спортивном стиле, добавляя толстовку, худи и обыкновенные грубые кроссовки. Вообще нет такого сильного разделения летнее платье или это зимнее платье. Есть разделение, если это легкий сарафан. Но сейчас в наше время даже легкие сарафаны носятся с водолазками или с бадлонами. Это, опять же, зависит от мероприятия и уместности. Не первый сезон. Платье мы носим легкие, летящие в зимний период. Сейчас настолько стали все практичные, что одно платье можно использовать в разных направлениях, в разных стилистиках, либо по настроениям. Мы просто можем добавить настроение к обычному, скажем, ну вот, к примеру, к этому платью добавить настроение спорт. Мы наденем спортивную обувь. Если мы добавим к нему настроение праздничное, то, безусловно, здесь, возможно, будет какая-то лаковая обувь. Те же лаковые ботильоны. Мы поменяем клач или поменяем рюкзак на более вечерний аксессуар. И оно будет очень уместно, например, на поход с подругами или с другом, со второй половиной в кафе и так далее. То есть большую роль в нашем жизни платья одного играют аксессуары. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Самые актуальные модные тренды в вашем повседневном кардеробе. Магазин «Стрит Кутюх» на «Сони Кривой 30» и «Пушкина 65». Важное событие в бьюти-индустрии Челябинска. Выставка «Индустрия красоты» с 21 по 23 ноября в ТРК «Гагарин Парк». Для профессионалов и тех, кто хочет выглядеть на все сто. Мастер-классы. Все для идеального образа. Красивые волосы. Ультрамодные ногти. Идеальная кожа и безупречный макияж. Современные образцы оборудования, инструменты и расходные материалы. Косметика и уходовые средства. Только с 21 по 23 ноября в ТРК «Гагарин Парк». Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Конкурс красоты – формат, хорошо известный в нашем городе. Каких только миссис и мисс у нас не выбирали. Но, несмотря на это, как-то так получилось, что конкурс для девушек с пышными формами в 2019 году прошел впервые. Проект получил название «Леди Мармелад». Это Ольга Решетиловская. Анастасия Бахтеева. Она нас покорила, удивила. Яна Шук. Яна Шук. Ис Леди Мармелад. 2019. Тройку финалисток жюри выбирала долго. Действительно ярких, харизматичных участниц было очень много. Это мы можем утверждать наверняка, поскольку программа «Бьюти Тайм» с самого первого дня следила за ходом подготовки. И сейчас настал момент поближе познакомиться с финалистками. Всегда хотелось попробовать, как любой девочке. И, конечно, да, конечно, да. Конечно, я хочу участвовать. Но вообще так, периодически иногда фотосессии проводим. Ну, и на этом мое творчество заканчивается. Я, когда пошла вообще в проект, я пошла просто для того, чтобы, не знаю, там, разнообразить свою жизнь, познакомиться с новыми людьми, с интересными людьми. Эмоции у меня только на следующее утро, когда мне приходила куча сообщений с поздравлением, когда я еще раз все посмотрела, читала. И просто на корону лежит столько эмоций, просто вообще не передать. Потому что когда вручали, как-то вручали, вручали, а на второй день было столько эмоций вообще. Я, конечно, знала, что я уйду с короны. И вот эмоции прям вообще непредаваемые. И вот прям мечта была моя с самого детства. Если бы я даже не победила, я бы не расстроилась, потому что это просто мега круто, реально побывать в таком шоу. Творческий конкурс участницам проекта «Леди Мармелад» давался нелегко. Для начала необходимо было определиться с жанром, а затем с помощью педагогов сделать яркий и стильный номер. Изначально на конференции, когда у нас собирались, нам сразу же спрашивали, какой вы видите творческий конкурс. Я не предполагала, что можно картину нарисовать за полторы минуты, но побеследовала со своим преподавателем и вдохновителем по рисованию. И она мне подсказала, что можно нарисовать. Ну, каждая может петь, каждая может танцевать. В принципе, тут как бы, ну, каждая стихи может рассказывать. А вот картину не каждая нарисует, а я могу. Я очень хотела петь. То есть я сначала, почему-то, думаю, творческий номер я, наверное, буду петь. Но я сходила, попела, я сходила, потанцевала. И думаю, блин, я хочу танцевать в восточном танце. Это вот мое. Я создала сама свой костюм. Я сама расшивала себе пояс, я сама расшивала лифт. Для меня это было настолько кайф, то есть я вложила в него. Почему-то мне захотелось именно этот образ сыграть. Думаю, ну где-то же он должен был появиться все-таки. И хотя бы здесь, в этом шоу, раз есть такой шанс. Я, соответственно, сообщила сразу же об этом. И сказала, что могу сыграть этот образ. Он мне близок по духу, говорю, по настроению. Только, говорю, мне нужно, ну, как бы уже остальную сценку. Естественно, мы уже с хореографом, с Ольгой все это уже отрепетировали и составили как надо. Победа значит много. И в материальном, и в эмоциональном смысле. Девушки получили денежные призы, уникальный сценический опыт и перспективы развития своих талантов. Кажется, у меня только эмоции от этого конкурса. Я даже не думала, что делать дальше. Пока у меня нет, кстати. У меня была мечта о короне. Я ее осуществила. Сейчас надо что-то новенькое. Вообще, где-то я рада, что это все закончилось, потому что достаточно много времени личного тратилось. Сейчас хочется просто немножко отдохнуть, потому что много мастер-классов разнообразных было. Везде мы все посещали, все делали. Сейчас хочется отдохнуть. Также, я думаю, что Ольга нас будет звать к себе в магазин, чтобы на нас снимать свои красивые платья. Поэтому мне хочется еще больше просто фотопроектов каких-то. Не конкретно таких конкурсов, а именно фотопроектов. Это не так трудозатратно. Кстати, задолго до финала начался ажиотаж вокруг нового сезона проекта. И, по словам организаторов, он стартует совсем скоро. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Отделение косметологии клиники Источник представляет в действии лазерный аппарат АкуПАЛС Инновационная помощь в решении ряда косметологических проблем Работает над устранением морщин, пигментных пятен, растяжек и рубцов и расширенных пор Отделение косметологии клиники Источник Наука на службе красоты 77 88 905 Энсо Особенный стиль и безупречное качество Свой уникальный образ собери на сайте Энсостайл.ру Для первых в труде И первых в игре Для первых свиданий И первых признаний Для первых по кудряшкам И первых по волнам Для первых на поворотах И первых на виражах МАХВА Первые для первых Еще больше новостей о красивой жизни на наших страницах в социальных сетях Ищите по хэштегу BeautyTime, нижнее подчеркивание ТВ А на этом выпуск завершен До встречи Наши стильные партнеры Имидж-студия Елены Ивановой Ателье «Модный дом. Я» Субтитры создавал DimaTorzok